Добрый день, меня зовут Марина Никитина, это проект Кухня, и сегодня мы в гостях в одном из ресторанов города Ульяновска. Сегодня с проектом Кухня мы в гостях у уже сейчас известного ресторатора Сергея Борисовича Новикова. Сергей, добрый день. Добрый день. Ну, собственно, мы достаточно давно знакомы, но я думаю, что нашим телезрителям будет достаточно интересно узнать, а как же так получилось, что вы стали ресторатором когда-то, в каком году получается? В 2006-2007. В 2007-2008. Да, и как появился ваш первый проект, достаточно громкий, известный, это проект Кеды. Ну, довольно интересно рождался, то есть мы занимались крупным оптом продуктовым, в частности. Я одно из направлений крупных представлял. Ну, заработали деньги, ничего, что-то греха таить. Ну, и в душе мы спортсмены, и в жизни, и в душе спортсмен, и в футбол. И решили построить небольшой спортбар. Квадратов на полторы тысячи. Да, и наш небольшой спортбар вылился в проект в полторы тысячи квадратных метров с ресторанной группой, с боулингом, с бильярдом. Ну, у нас был хороший наставник, Сергей Филиппов из города Тольятти. Он нам, в принципе, и посоветовал сделать именно так, как мы сделали. Данный проект довольно успешно существовал почти 8 лет. И спортбара он у нас переродился в довольно популярный развлекательный центр. То есть сложно было его назвать рестораном или же спортбаром. Ну, и, собственно, баром сложно назвать, да? Да, то есть такая мультикультура создалась здесь в выходные дни. Очень много народа приходило на развлекательные программы. Ну, и, соответственно, мы шли этим путем довольно тернистым, потому что просто создать ресторан, это оказалось не так сложно, особенно когда есть люди, которые ведут тебя по этой дороге. А вот удержать ресторан, удержать его много лет, успешным удержать, успешно закрыть его, и на его месте создать новый проект, это довольно сложно. Когда-то давно не предполагало, что дальше кет вы куда-то тронетесь, да? Потому что, в общем-то, ну, большой проект, крупный опыт рядом, да? Ребята, в общем-то, вложили успешные деньги. И, наверное, ты и по себе это чувствуешь, что когда-то ты себя ресторатором не особо называл. И мы даже шутили на эту тему, когда вот ассоциация создавалась, вы там ресторатор, а мы вроде тут бизнесмены, да? Ресторатор все равно это другая каста. Это то, что ты любишь уже. Не просто тебе приносят деньги, а то, что где ты живешь, как бы просыпаешься каждый день, да? И сейчас у вас открывается несколько заведений, причем очень разных. Как так происходит? Почему такой быстрый рывок и параллельно, одновременно? Уже, наверное, не потому, что просто хочется деньги потратить, да? Это уже немножко другое. Нет, ну и деньги хочется, конечно, потратить. Потратить их легко, да, вернуть назад. С любовью. Вернуть назад, то есть, сложно. Все очень просто. Ты же сама сказала, что крупный опт, рядом ресторан. То есть, когда-то кеды, это было наше увлечение, наше развлечение. Да, за огромные деньги. Кеды 10 лет назад были вложены свыше 50 миллионов рублей. Даже сейчас это как-то немножко жутковато. Эта цифра звучит. Ну, слава богу, проект успешен. Все это произошло с чем? То есть, в курс приходит, как всегда, во время еды. То есть, мы учились, мы команду сильную собрали здесь. Команду надо было развивать. Опять же, выход, допустим, мой из крупного опта, дал шансы на то, чтобы появились собственные деньги. Ну, и мы их, надеюсь, с умом потратили. И то увлечение, которое мы получили в спортбаре Кеды, оно переросло в профессию. Я надеюсь, что это в профессию. Я могу назвать себя немножко уже в профессии. Но ты действительно стал несколько лет в себя ресторатором. И, конечно, если говорить о корзинах, то мы из одной корзины деньги переложили в другую корзину и прошли по классической схеме. Как говорят философы, если у тебя есть любимое увлечение, ты туда еще привносишь деньги, то когда-нибудь отстанет твоей любимой работой, которая будет приносить тебе доход. Но я реально люблю это дело. Мне нравится то, что мы сейчас делаем. Почему такое развитие разношерстных тем в плане кухонь, ресторанов? Ну, наша, моя, в частности, философия на сегодняшний день не идти одним форматом. Ну, может быть, перестраховывание какое-то. Но, с другой стороны... Ну, опять-таки, это разные гости, наверное. Да, мне очень сильно нравится, очень сильное влечение я получаю от того, что мы можем осуществить, или как подать гостям разные кухни. Потенциал той команды, которая нами собрана, он на самом деле очень большой потенциал. И было бы очень неправильно, наверное, держать их вот в тех узких рамках, занимаясь каким-то одним проектом. Мы живем в не очень большом городе, в котором, я считаю, очень сложно развить сеть ресторанов. Потому что команда сильная, она или сетью занимается, или разнонаправленными кухнями. Выходить в другой регион, мы имеем на это виды. Но ввиду того, что у нас было два ресторана, сейчас пять ресторанов необходимо, эти рестораны поставить на ноги. На ноги. Да, вы уже подождите. Да, хотели весной заходить в другой город, но решили на год отсрочить свое шествие. И о перспективах пока буду молчать, но знаю, что выйдем из нашего города. Здесь те рестораны, которые мы построили, они абсолютно понятны нашим гостям. То есть, почему и матрешки. Скажи немного, какую аудиторию вы ждете? Допустим, три новых проекта, которые открыты? Ну, я пытаюсь своей командой открывать такие проекты, чтобы мы сами у себя не забирали гостя. То есть, практически все проекты по возрастным, может быть, не по финансовым, а по возрастным интересам точно разнятся. Если брать ресторан матрешки, то сюда есть гость местный, основной, и есть гость приезжий. Ну, собственно, приезжих, я так понимаю, ну, как бы больше стало сейчас, да? Больше стало, потому что мы представляем, наверное, в единственном виде именно интерьерной и кухне по блюдам, и по напиткам по бару. Именно русский мотив. Вы, по-моему, насколько я понимаю, еще в гастрономическую карту зашли, то есть и принимали активное участие в этом. Ну, ресторан матрешки, он единственный ресторан из Ульянской области, который представлен на гастрономической карте России в тех городах, которые вошли в эту карту. Расскажи про душу этого проекта. Вот, наверное, самое-самое главное. Каким образом появился ресторан матрешки? Мы, в принципе, об этом говорили уже на протяжении нескольких лет. И когда этот проект созрел в нашей душе, и в наших головах сложилась картинка, мы приняли осознанное решение. То есть это не было такого, что давайте мы сегодня закроем один ресторан, а завтра сядем за стол и будем дуть, что же мы с этим будем делать. То есть к этому шли мы долго. Была подготовка, был создан дизайн-проект, экономическая часть себя была полностью проработана. Был подобран персонал, ведущих специалистов, их помощников кухни, то есть создавалось это, наблюдая за той тенденцией, которая у нас в России на сегодняшний день происходит. То есть мы думаем и уверены в этом, что наша русская, старая русская, современная русская, российская, даже СССР немножечко. Но в меню очень много блюд именно новой русской кухни. Конечно. То есть мы никогда не придерживаемся принципа повторения за кем-то. Мы всегда пытаемся найти какую-то свою изюминку, то решение, которое будет людям интересно в плане познавания, как вкуса, вида, подачи. Итак, ну а теперь поговорив так много о еде, мы предлагаем познакомиться, ну наконец-таки, с шеф-поваром проекта «Матрешки» и, собственно говоря, посмотреть, что он для нас приготовил. Всем привет! Меня зовут Алексей Бамбуров, я являюсь шеф-поваром ресторан «Русская саревная кухня «Матрешки». Сегодня мы с вами будем готовить салат, всем известный, без которого не обходится ни одно мероприятие, ни один новогодний стол, это салат «Селедка под шубой». В нашем ресторане мы готовим этот салат, но готовим его не селедкой, а с кижучем, вот с такой красной рыбой, которую мы замариновали, посолили и немножко подкоптили, чтобы придать пикантность нашему салату. Для салата нам понадобятся все именно привычные ингредиенты, это отварной картофель, морковь, свекла, яйцо, вот, и майонез, но майонез мы сделаем более пикантным, я по ходу дела расскажу, как это все делается. Приступим к приготовлению нашего салата, начнем с подготовки овощей, с картофеля, свеклы и морковки. Значит, будем нарезать картофель, морковь и свеклу с помощью обычной домашней терки, чтобы это было всем удобно, кто захочет повторить этот салат дома. на крупной терке натираем картофель, мы прям сделаем все это на одной доске, оставим его пока вот здесь вот, морковь, сюда же рядышком, и свеклу. При натирании овощей лучше делать движение в одну сторону, чтобы соломка была длинной и красивой. Вот как получилось у нас со свеклой. В сторону. Далее мы подготовим рыбу. Здесь вот рядом аккуратно ее нарежем кубиком. Вот таким достаточно, чуть больше среднего, чтобы рыбка чувствовалась. и не потерялась с овощами. Так, рыбку мы нарезали. Укладываем ее пока вот отдельно в чашечку, она нам сейчас не понадобится. Так, белок мы натрем на терке, но только на мелкой, на обратной стороне. И тоже так же одним движением вниз. Белок у нас готов. Так, ну, овощи с рыбой мы с вами подготовили. Сейчас сделаем соус. Всеми известный салат заправляется майонезом. Сегодня мы его с вами заправим майонезом, но сделаем его более пикантным. Добавим к нему чуть сливочного хрена. Вкус будет такой майонезно-сливочный хреновый, яркий, интересный. Просто небольшое количество хрена, добавляйте в майонез. Прям чашечки вот так перемешиваете. И все, такой майонезно-хреновый соус такой получился у нас. В сторону, пока нам не нужно. Все, приступаем к сборке салата нашего. Все, используем тарелочку нашу. Так, берем кольцо. Дом можно использовать, обычно обрезать пластиковую бутылку. Эффект получится тот же самый. Ставим в середину наше кольцо и по очереди выкладываем наши ингредиенты. Начнем с картофеля. В середину кольца его выкладываем. Ложечкой слегка приминаем. Можно чуть рукой. И каждый слой мы прослаиваем нашим майонезным хреновым соусом, дабы, чтобы салат был сочный, не сухой. Картофель у нас готов. Вкладываем морковь. Мы все лишние с тарелочки уберем. Также немного, чуть соуса. Далее мы положим с вами белок. Его прям руками можно сильно не приминать. Ложечкой прям руками положить, чтобы салат был пышный. Немного соуса. Если кто-то не может, ложечкой можно прям руками. Ничего страшного. Так, и свекла. Так вот прям пальчиками просто приминайте слегка и все. Свекла сверху. Все аккуратно примяли. Так, овощи мы с вами выложили с соусом в кольцо. Теперь остается вопрос, что мы будем делать с рыбой. В рыбу мы немножко добавим тоже нашего соуса. Так вот ложечкой ее перемешаем. Чтобы сделать нам форму рыбы для подачи рыбы, в нашем салате мы будем выкладывать наверх, а не снизу и не посередине, как все привыкли это делать раньше. Вот такая вот масса у нас получается. Убираем ее в сторону. Аккуратно поднимаем наше кольцо. Немножко поправляем это все. Так, убираем в сторону. Кольцо мы сняли. У нас получилось ровно, овощи такие ровно получились здесь кольцо. Доска нам не понадобится больше. И начинаем уже выкладывать то есть саму рыбу и оформлять сам салат. Рыбу мы будем использовать, выкладывать с помощью двух ложек в форме, в виде кнельки. кнелька это такая форма массы любой, которая делается с обычными двумя ложками. Дома это можно просто не трудно повторить. То есть вы вот такими вот движениями формуете рыбку в форме кнельки и аккуратно ее просто выкладываете сверху на салат. Приступим к оформлению. Оформлять мы будем наш салат желтком. Мы в наш салат использовали только белок в середину. Желток мы используем для оформления натертой на мелкой терке. И просто аккуратно его посыпаем чуть на салат и по всей тарелочке. Далее мы все это украсим зеленью. Миксом нашей зелени это зеленый лук и укроп. Аккуратненько прям сверху положим. Вот так вот. И для оформления еще используем обычную морковку, которую мы немного подсушили. Вот она получилась в форме такого кружевного чипса. И мы ее аккуратненько здесь поставим. Немножко сюда. вот получился наш салат лосось под шубой. Я думаю, что дома будет нетрудно это всем повторить. С вами был Алексей Бамбуров. Готовьте с душой и с любовью. Всем пока! Я дам небольшой совет, как правильно сварить овощи, чтобы они остались такими же вкусными и яркими. Для нашего салата морковь и свеклу мы варим вот в таких вот пакетах, чтобы сохранить весь вкус, цвет и полезные вещества наших овощей. Чтобы еда была вкусной и полезной, готовьте правильно. Вот такой получился у нас сегодня разговор. С вами была Марина Никитина, проект Кухня. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова